Здравствуйте, компания Progressive Media, меня зовут Кротов Андрей, данный урок посвящен гаджетам. Гаджеты – особый программный элемент, который предназначен для вывода определенных данных и является очень интересным инструментом как для разработчиков, так и для пользователей сайта. В системе Bittrex гаджеты выводятся в определенном компоненте Bittrex Desktop – это одностраничный настраиваемый компонент, который предназначен для создания рабочего стола с использованием гаджетов. Например, его можно наблюдать на главной странице административного раздела. Данный функционал поставляется с главным модулем. В системе есть определенный набор гаджетов, которые, естественно, можно дополнить собственными, при создании которых важно понимать отличия от компонент. Это, первое, отсутствие шаблонов, вся логика и вывод реализуются в одном файле. И второе, две группы настроек – общие настройки гаджета и уникальные настройки для каждого пользователя. Гаджет располагается в директории Bittrex Gadget. Системные располагаются в namespace Bittrex и, собственно, они должны располагаться в уникальном пространстве имен. Хотелось бы подчеркнуть, что изменять системные гаджеты не рекомендуется. Давайте откроем гаджет, например, admin iBlock elements – это список элементов инфоблока. Гаджет имеет следующую структуру. Файл description.php – это файл описания, в котором имеется массив с параметрами. Name – название гаджета. Description – описание. Icon – путь к иконке. Group – это группа, к которой относится гаджет. Указание группы определяет, где будет показываться гаджет. В данном случае admin content определяет область отображения гаджета как административный раздел. И далее идут следующие параметры, которые определяют область доступности гаджета. Например, SU only характеризует гаджет только для подключения у пользователя в публичной части. SG only – только для подключения в группах. Blog only – для подключения в блогах. AI only – для подключения в административном разделе. И характеристика no params означает, что у гаджета нет параметров. Далее следующий файл – параметры PHP. Это файл с настройками. Все, что необходимо знать, это то, что здесь формируется массив R-parameters, в котором есть два ключа, отличающих две группы настроек. Все, что находится под ключом параметров – это общие настройки гаджета. Под User параметров – это уникальные настройки конкретного пользователя. Следующий файл – index.php. Это непосредственно логика и вывод. Файл, который содержит код, реализующий задачу гаджета. Здесь можно видеть подключение необходимых модулей, обработка входящих параметров, массива R-gadget-params. Выполняются запросы и производится вывод. Также в корне гаджета есть директория lang, в которой содержатся языковые файлы с переводами фраз, используемых в файлах гаджета. Аналогично языковым файлов в компонентах. Итак, давайте рассмотрим создание собственного гаджета на примере вывода последних по дате создания элементов из указанного инфоблока, а также добавим возможность каждому пользователю устанавливать опцию вывода неактивных элементов. Для начала создадим тестовый файл. И разместим здесь компонент Bittrex Desktop. Рабочий стол. Вот он. Теперь мы можем добавлять сюда гаджеты. Итак, давайте создадим структуру будущего гаджета. Перейдем в раздел Bittrex Gadgets и создадим свой namespace. Назовем будущий гаджет MyGadget. Итак, первый файл, с которого стоит начать. Давайте создадим файл description.php Итак, для начала определим здесь необходимую служебную часть и определим массив R-description. В котором будет ключ name, название гаджета. Ключ в description, описание гаджета. Айкон иконка у нас будет пустая. Ключ групп. Группа гаджета. Включая ID, давайте определим catpersonal. Это персональная группа гаджетов. И пропишем область доступности su-only У всех областей поставим focus. Пусть он будет доступен в избе. Итак, массив в описании готов. Теперь давайте приступим к файлу параметра PHP. Служебная часть. Давайте сначала подключим необходимый нам модуль. Это модуль инфоблоков. Так, и теперь сделаем запрос на получение всех инфоблоков. Это необходимо для настроек. Так, теперь давайте сформируем массив R-parameters. В котором будет два ключа. Первый ключ параметры. Это общие настройки компонента. Общие настройки гаджета. И второй ключ это user parameters. параметры. Настройки гаджета для конкретного пользователя. Давайте создадим в ключе параметры параметры iBlock.id ID инфоблока, с которым будет работать гаджет. Так, создадим два параметра в ключе user parameters. Первый это будет количество элементов выводимых гаджетом, назовем его элемент counts. Тип это будет строка и значение по умолчанию например пять элементов. Также создадим еще одно дополнительное свойство дополнительный параметр который будет обозначать должен ли показывать гаджет неактивные элементы. Назовем его show unactive elements. Тип checkbox значения по умолчанию нет. Так, теперь давайте перейдем к непосредственной логике гаджета. Создадим файл index.php логике и так давайте разместим служебную часть и для начала произведем вывод входящих параметров языков. давайте создадим все необходимые нам языковые файлы. Для этого создадим директор ланг. нажимаем нажимаем Наш гаджет допустим будет называться последние товары и описание так сохраняем теперь то же самое с файлом параметров опция показания активных товаров сохраняем теперь давайте посмотрим что нам выведет гаджет переходим на тестовую страницу добавим гаджет раздел личная мы видим что появился гаджет последние товары с названием описание который мы задали давайте его добавим и видим то что нам выводит индекс php это массив входящих параметров айблок айди элемент каунт и show an active elements это то что нам необходимо а теперь давайте приступим к непосредственно коду теперь обработаем входящие параметры айди инфоблока количество элементов опция показания активных элементов что до 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 Массивы навигационных параметров, в которые передадим количество элементов, выводимых на этой странице. Это элемент с каунт. И теперь можно приступать непосредственно к запросу. Давайте будем работать с кэшем. Время кэшем установим как час. В ID кэшем включим ID инфоблока, количество элементов. И опцию показания активных элементов. Продолжение следует... Кэшем будет храниться в корне. Далее давайте подключим модуль инфоблоков. Точнее подключим модуль инфоблоков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь сформируем запрос. И в цикле будем выводить элементы. Итак, давайте сохраним, посмотрим что получилось, но перед этим добавим EndDataCache, сохраняем и смотрим, и так мы видим вывелось 5 товаров с необходимым нам параметром, это наименование товара, анонсовое изображение и еще не хватает дата создания. Давайте здесь исправим DateCreate, сохраним необходимые нам дата. Давайте немножко преобразуем это, вывод в вертку, берем print параметров, сохраняем и посмотрим что получилось. Итак, мы видим вывелись 5 товаров с изображением, с ссылкой на детальную страницу. Давайте посмотрим, да это тот товар. посмотрим что у нас в верстке. В данном случае мы видим ошибку, давайте поправим float left. Видим верстка преобразилась, а теперь давайте деактивируем какой-то из товаров, например вот этот из Апласт Хром. перейдем в административный раздел, вот наш товар, деактивируем его, обновим страницу, как видим товар все еще на месте, давайте сбросим кэш. товар исчез, поэтому по-прежнему выводится 5 товаров. Как видим кэширование в гаджете работает, и давайте теперь проверим настройку гаджета опцию показа неактивных элементов, давайте ее выберем, обновим страницу, из Апласт Хром появился, соответственно опция работает. теперь давайте проверим эту опцию для разных пользователей, в данном случае для этого пользователя она будет включена и посмотрим включена ли она для другого пользователя. Авторизуемся под заранее созданным пользователем. перейдем на тестовую страницу и посмотрим опцию, как мы видим опция не включена, так же товар выводится, для этого нужно обновить кэш, так как мы видим товар не выводится. Итак заключение, мы познакомились с гаджетами, их структурой и некоторыми особенностями, гаджеты выводятся в компоненте рабочего стола, который можно разместить в публичной части, так как это например делается в редакции корпоративный портал. Еще раз подчеркну отличие гаджетов от компонент, гаджеты не используют шаблоны, весь код зашит непосредственно в файле index.php и настройки делятся на две группы, общие настройки гаджетов в рамках рабочего стола и уникальные для каждого пользователя, который может настроить гаджет в рамках интерфейса так, как ему удобно. Гаджет